Всем привет! И мы с вами продолжаем говорить о нашей самой дешевой зеркалке, которую мы приобрели за 4000 рублей. И сегодня мы посмотрим, что же лучше в плане фотографии. Этот недорогой фотоаппарат или смартфон за 16000 рублей. Поехали! Прежде всего, давайте поговорим про характеристики. Итак, наш фотоаппарат, вы все уже давно знаете, это Pentax. У него стоит матрица APS-C, кров-фактор, который 1,5. Соответственно, объектив у нас 18,55 мм, комплектный с диафрагмой от 3,5 до 5,6. Матрица здесь на 6 мегапикселей. Что касается нашего смартфона, то это Huawei Honor 6. Он имеет матрицу на 13 мегапикселей, физический размер, который... Формат матрицы это 1 на 3 дюйма. Это очень маленькая матрица, имеет кров-фактор 7,3. И что касается объектива, то тут у нас стоит объектив с фиксированным фокусным расстоянием 3,8 мм. Или в эквиваленте это будет примерно 28 мм. Диафрагма у этого объектива 2,0. То есть у нас здесь принципиальное различие. Здесь мы имеем объектив с фиксированным фокусным расстоянием и с постоянной светосилой 2,0. А здесь у нас объектив гораздо хуже по характеристикам заявленным. Потому что он, во-первых, имеет переменное фокусное расстояние, во-вторых, непостоянную светосилу. Также и матрица данного смартфона с точки зрения мегапикселей, она выигрывает у данного фотоаппарата. Но мы с вами сегодня посмотрим, реально ли он фотографировать будет лучше, чем наш недорогой фотоаппарат. А начнем мы фотографировать вот с такого вот общего плана. На нем мы посмотрим, как камеры справляются у нас с детализацией, как они справляются с проработкой теней. И, в принципе, этот кадр будет показателен. Что касается настроек съемки, то на фотокамере я буду использовать режим приоритета диафрагмы. И буду снимать в формате RAW, чтобы в дальнейшем была возможность постобработки. В принципе, я не буду ничего особенного при постобработке делать, просто проявлю через Lightroom, возможно, подкорректирую цвета или какие-то незначительные, сделаю такие манипуляции. Что касается смартфонов, то у нас там нет возможности выбора режимов, там есть только автоматический режим. И фотографируют он, соответственно, в формате JPEG. И максимум, что я буду делать с этими кадрами, это немного скадрирую или, ну, например, выровняю горизонт или просто небольшую цветокоррекцию применю. Таким образом, у вас будет возможность сравнить кадры с минимальной обработкой с фотоаппарата и с телефона и посмотреть, что же на самом деле лучше. Что касается данного плана, то мы начнем именно с него. На фотоаппарате мы выставим 18 мм, эквивалентное фокусное у нас получится порядка 27 мм. Как вы помните, я говорил, что на телефоне эквивалентное фокусное на данном объективе 28 мм. То есть примерно по компоновке мы получим одинаковые кадры. Единственная разница, что здесь все-таки фотоаппарат делает кадры в соотношении сторон 3 к 2, а здесь 4 к 3. То есть здесь кадр будет более вытянутый по вертикали. Тем не менее, давайте все-таки приступим. На кадрах есть различные объекты, которые нам помогут в дальнейшем при просмотре понять, что же на самом деле лучше фотографируют. Что касается фотоаппарата, я делаю кадры на диафрагме 5 и 6. Наверное, даже немного прижму до 7 и 1, сделаю кадры. И сделаем кадры на телефон. Итак, это первое фото, сделанное на Pentax. Сравните его со вторым, сделанным на Honor 6. У Honor отчетливо видны провалы в тенях и больше контраст изображения. У Pentax нет больших черных зон и провалов. На следующем изображении вы можете видеть сравнение отдельных областей. В целом видно, что детали снимка, снятого на Honor, более контрастные. Также на них наблюдается увеличенная резкость. Позже к этому мы еще вернемся. Второе, что я хотел бы снять, это некое подобие макро, чтобы проверить наш фотоаппарат и наш смартфон. Понятно, что полноценное макро мы не снимем ни тем, ни другим, потому что здесь у нас скитовый объектив, там смартфона тоже недостаточно возможности по съемке макро, хотя они, по идее, лучше, чем у фотоаппарата. Но сейчас мы сделаем некоторые кадры и посмотрим, что из этого выйдет. На фотоаппарате я использую фокусное расстояние 55 мм, который, в принципе, недоступен нашему телефону. У телефона, как вы помните, только 3,7 мм, или в эквиваленте 28 мм. И, соответственно, на нем мы и будем делать снимок макро. Во-первых, сразу скажу, что это сложнее сделать, потому что он гораздо медленнее фокусируется. Что касается макроснимков. Они вышли совершенно разными, и первый снимок, сделанный на Pentax K100D, выглядит мягким и воздушным. В то время, как на снимке, которую мы получили с Honor 6, мы опять наблюдаем перешарп и отсутствие размытия заднего плана. Что связано с характеристиками матрицы и оптики данного устройства. Сейчас я попробую сделать кадры, в которых будет и свет, и тень. Соответственно, вот под деревьями у нас расположена тень небольшая. Нам это нужно для того, чтобы понять, насколько данные камеры отрабатывают по динамическому диапазону. Итак, первый кадр я сделаю на телефон, в обычном формате, без всяких HDR. Второй кадр я сделаю на фотоаппарат. На данном снимке мы наблюдаем все то же, что наблюдали ранее. Перешарп и увеличенный контраст со стороны Honor. В целом, на данном снимке это играет на руку нашему смартфону. Сейчас сымитирую ситуацию, как будто наш фотоаппарат или наш телефон ошиблись в измерении экспозиции. И сделали кадр темнее, чем мы хотели бы. Я на фотокамере установлю экспозицию в минус один, то есть на один стоп ниже. Сделаю кадр. То же самое я сделаю на смартфоне. Здесь есть возможность уменьшать экспозицию. Нам это нужно для того, чтобы посмотреть, как при постобработке, какая возможность по вытягиванию кадра из теней есть у нашей самой дешевой зеркалки и у нашего смартфона. Проблема данного теста оказалась в следующем. Изначально Honor снимает в пересвет. Поэтому при уменьшении экспозиции на один стоп мы получаем вполне адекватный кадр без особых провалов. В то же время у Pentax, который изначально оценил экспозицию более корректно, мы при изменении ее на один стоп, мы и в самом деле получаем недосвеченный кадр. Я выровнял кадр с Pentax и вы можете видеть его сравнение с Honor. Детали в тенях у Pentax сохранились. У Honor в тенях есть провалы. Вы, наверное, заметили, что Pentax проигрывает по резкости. Все дело в том, что снимки на смартфон делаются в формате JPEG. Соответственно, все кадры, которые вы видите, обрабатываются электроникой смартфона. К изначальной картинке добавляется контраст и резкость. В то же время кадры, снятые в формате RAW на нашу зеркальную камеру, не прорабатывались дополнительно с точки зрения резкости. Однако на данном примере вы можете видеть, что увеличение резкости проблемой не является. И с помощью несложных манипуляций можно серьезно ее увеличить для кадров, сделанных на Pentax. Я думаю, мы с вами сделаем еще несколько кадров, чтобы лучше понимать и лучше сравнить качество съемки с фотоаппарата и со смартфона. Плюс нашего фотоаппарата в том, что у него есть объектив 18-55 мм, который позволяет нам менять фокусное расстояние, менять масштаб снимка и получать более интересные и разнообразные кадры. В то время как объектив смартфона позволяет нам получать только панорамные снимки, то есть снимки на широком угле. Собственно, мы сделали с вами некие кадры, и вы сами могли видеть результат. Подытожив, могу сказать, что на сегодняшний день камеры современных смартфонов не способны конкурировать даже с зеркалками десятилетней давности. И, соответственно, с точки зрения фотосъемки, фотоаппарат за 4000 рублей будет лучше, чем смартфон, который будет дороже его в 4, в 5, в 6 раз. Смогут ли когда-нибудь смартфоны обогнать зеркальные камеры по качеству фотосъемки? Пока у меня такой уверенности нет. Все-таки в дело вступает физика, оптика, и не все решается исключительно матрицей. Ну а сегодня это все. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, пока. Делайте правильный выбор.